6 вечера в Одессе. В прямом эфире 7 канала новости. В студии Максим Малынов. Добрый вечер. Сотрудниками полиции задержан убийца. Он нанес тяжкие телесные повреждения женщине дворнику, от которых она скончалась. Убийца был ее знакомым, находился в состоянии алкогольного обтенения. Между ними возникла ссора и в результате завязалась драка. Видеокамеры зафиксировали ее. Мужчина бил женщину по голове. Когда та потеряла сознание, попытался выкинуть тело в мусорный бак. Она прожила еще сутки, но травмы не были совместимы с жизнью. Убийца раньше привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит до 10 лет лишения свободы. Данный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера в виде содержания под стражей. И данный гражданин находится в следственном изоляторе города Одессы. Правоохранители проводят выемку просроченных и кодеин, содержащих медпрепаратов со склада на Бабеля-28. По словам правоохранителей, у них есть соответствующее решение Малиновского суда. Склад уже несколько месяцев стоит заброшенный, хотя в нем и находятся тысячи коробок с препаратами индийского производства. Дошло до того, что опасную продукцию не благополучные граждане стали выносить со склада и пытаться сбывать одесситом. Наибольшим спросом пользовался кодеин, содержащий препарат, который продавали недалеко от склада. Лица склонных к употреблению наркотических средств, преодолевая определенные ограждения, заборы, проникая внутрь склада, незаконным путем заладевали, вот смотрите, обратите внимание, такой медицинский препарат Кофикс. В чем особенность данного препарата Кофикс заключается в том, что в состав входит КДИ, КДИ, на содержащий препарат. Согласно приказам МОЗа, Министерства охраны и здоровья, КДИ относится к наркотическим средствам. Для того, чтобы сортировать тысячи ящиков, правоохранители обратились за помощью к городским властям, которые предоставили людей для переноса ящиков. Сейчас мы это все описываем, у нас точно будет количество, какие конкретно мы имеем препаратов, потом мы обращаемся в суд на наложение ареста и на утилизацию. Потом это все собранный материал, у нас будет решение, что действительно целесообразно на уничтожение, мы передаем и идет сам процесс утилизации. Они купили квартиру три года назад, сделали в ней ремонт, а потом оказалось, что на жилплощадь претендуют совершенно посторонние люди. Женщину с 81-летней матерью пытаются выселить из собственной квартиры. Пришлось вмешиваться в нашей съемочной группе. Николаевская дорога 309. Семью, купившую три года назад в этом доме квартиру, сегодня пытаются выселить из собственного жилья. В сентябре 2013 года пришли люди и заявили, что они здесь жили и собираются жить, и прописаны. То есть у меня есть все документы, где никто в квартире не прописан, есть договор купли-продажи, то есть все официально было оформлено. Елена говорит, претенденты на квартиру имеют какое-то отношение к предыдущему владельцу. А вот как они прописались сюда, неизвестно. У нынешних хозяев на руках справка о том, что в квартире никто, кроме них, не был прописан. «Выселять приходит исполнительная служба, милиция, и вот они предоставляют какие-то документы». Елена со своей 81-летней матерью живут в страхе. Из-за постоянного нервного стресса женщина слегла. «Я сижу под двумя замками, никуда не выхожу, потому что боюсь. Они однажды был открыт тамбур, они ворвались в тамбур и стали стучать в дверь и выламывали». Писали несколько заявлений в милицию, но никто не отреагировал. Поэтому пришлось обращаться за помощью к правозащитникам и журналистам. «Обратилась к нашему мэру Труханову Геннадию Леонидовичу с этим вопросом. Чтобы он принял тут непосредственное участие через своих помощников. Чтобы городские и местные власти помогли, вмешаясь в эту ситуацию». С пришедшими выселять женщин из собственной квартиры нам пообщаться не удалось. Увидев нас, они сели в машину и уехали. Сегодня Елена с мамой могут выдохнуть, но завтра проблема может вернуться. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал. Опасная раскопка на улице Гимназической. Коммунальщики разрыли яму, поломку не устранили, а углубление песком так и не засыпали. Ограждающие знаки также не установлены. Жители целую неделю опасаются за себя и своих детей. Проход и проезд из двора затруднен. Кто отвечает за опасную раскопку, узнавала наш корреспондент Ольга Голодова. На улице Гимназической возле дома 26 уже неделю стоит разрытая яма без присмотра. Яма глубиной в 3 метра опасна для жизни. Помимо того, что она находится напротив входа во двор, она еще и не ограждена как следует. Опасную раскопку после себя оставили коммунальщики. Мало того, что течь канализации не устранили, яму оставили без каких-либо предупреждающих знаков о ремонтных работах. Светоотражающую ленту установили уже сами жители. Выпросили ее у коммунальщиков, которые собирались уезжать. Здесь и дети гуляют и все, поэтому очень опасно. Надо, конечно, как-то с этим бороться, чтобы не было вот этого всего. Если это сделали, значит, будьте любезны, устраните быстрее все это. Жители улицы Гимназической переживают, что за время выходных и грядущих новогодних праздников опасную яму так никто и не засыпет. Куда это годится? Праздники идут, а мы будем смотреть на этой кучей. Раскопали еще в понедельник яму, починили водопровод, но оказалось, что там еще проблема в канализации. То есть эту канализацию просто прошили кабелем высоковольтным. И сейчас никто не знает, кто должен чинить. По словам Аркадия, сначала приехали сотрудники водоканала, поставили хомут и устранили течь. Свою работу они сделали. Далее приехали из горканализации, увидели в трубе кабель. Мужчина говорит, что на этом и закончили. Дело не двигается. Я так понимаю, хотят, чтобы чинили те, которые пробили эту трубу кабелем. То есть перекинуть на них ответственность сами никто не хочет делать. Хотя реально можно было закопать ее еще три дня назад. В тот же день починили, закопали хотя бы песком, чтобы никто туда не упал. Получается, что трубы, пролегающие под землей, принадлежат сразу нескольким ведомствам. Вода из канализации продолжает течь. Поломку надо устранить, а потом засыпать саму яму. А все наши звонки в коммунальных службах отвечали, что раскопка на гимназической находится не в их компетенции. И сваливали ответственность друг на друга. Где искать ответ обычным жителям, неизвестно. С надеждой на решение проблемы, Ольга Голодова, Алексей Филиппов, 7 канал. Новая радиолокационная станция, отремонтированные агрегаты и обновленная обшивка. В Одессу после трех месяцев ремонта на Николаевском судоремонтном заводе вернулся модернизированный флагман морской охраны Григорий Куропятников. Подробности об этом в сюжете Александра Полуева. Экипаж флагмана береговой охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников построился перед кораблем. Вчера вечером они прибыли из Николаева, с судоремонтного завода, где Куропятников три месяца находился в доке. Были вопросы по обшивке, поэтому провели замену. Потом были проведены работы по системам корабля. Ввели в строй охладители, охлаждение вспомогательных и основных дизелей. И окраска корабля. В прошлый раз плановые ремонтные работы Григорий Куропятников проходил еще в Севастополе в 2013 году. Усилия николаевских судоремонтников позволили улучшить технические характеристики, рассказывает командир корабля. За счет проведенного докового ремонта было очищено днище корабля. Были отремонтованы агрегаты головных двигуней. За счет всего сблищится скорость, швидкость корабля и маневренные характеристики. Корабль береговой охраны прошел и техническую модернизацию. Вместо старого локатора установили современную навигационно-радиолокационную систему, которая работает в международном стандарте. РЛС позволяет контролировать воздушное надводное пространство на расстоянии до 32 морских миль. Для подводного мониторинга установили сонар. Можно даже выявить водолаза, который прямует до корабля. То есть подводных диверсантов и другие подводные цели. Дальность выявления до 2 километров. Стоимость ремонтных работ составила почти 2 миллиона гривен, выделенных государством. Александр Полуев, Игорь Казан, Жи, 7 канал. Всего неделя остается до новогодних праздников. Прилавки одесских рынков и магазинов завалены мандаринами и апельсинами. Дефицита в ароматных символах праздника не наблюдается. А вот пути их доставки существенно изменились. Раньше большая часть шла море. К сожалению, за последние 2 года импорта цитрусовых упал почти в 5 раз. Этому есть ряд причин. Первое – это падение курса гривны по отношению к доллару. Еще одна причина. Через Одесский порт раньше цитрусовые шли в Крым и на восток нашей страны. Пару лет назад за год обрабатывалось около 100 тысяч тонн. В этом году цитрусов перевалило всего лишь около 20 тысяч тонн. С бананами картина еще безрадостнее. В этом году Одесский порт их вовсе не принимал. В Украинском театре пройдет последний день лета. Это премьера спектакля по мотивам пьесы «Вампилова. Утиная охота». Настоящий триллер погружения в сознание главного героя и минимум декораций. Два премьерных показа, намеченные на 29 и 30 января. Экскурсия на репетицию и на необычную сцену номер 38 далее в сюжете. Это сцена номер 38 в Украинском театре. Возможно, в этом месте вы ни разу еще не были. Последний день лета – третий спектакль, который здесь ставят. Сейчас идет репетиция одной из последних сцен в ресторане. Мы сейчас садимся в первый мизансер. А, я поняла. Мы вот отступим в стол, тащим прям вот. Снизу еще раз, да. Сейчас, так? Тащим, да, да. Но ровно, ровно, ровно. Последний день лета ставят по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Он написал ее в 1967-м. Основное действие происходит в течение одного дня в квартире главного героя Виктора Зилова, который представляет, будто он умер. И поэтому погружается в воспоминания. Выйдем мы завтра раннейшее, а? Воды не так уж шости, идим. Его играет Богдан Паршаков. Человек, уставший от социума. Все у него есть, все у него хорошо, но устал от социума. От людей, от друзей. Ищет себя. Как одна из попыток найти себя – это в утиной охоте. Но утиная охота не совсем – это охота на уток. Объяснить сюжет действительно очень сложно. И вряд ли так на словах получится. Надо только смотреть. Это в каком-то смысле это триллер. И сама пьеса, если читаться в нее, это триллер. Она закольцована, она начинается с конца. То есть по законам жанра это может быть триллер. И хочется, чтобы зритель, посмотрев какие-то сцены, из-за следующих сцен понимал, что же было в начале. В спектакле ограниченное количество зрителей. Для них только 38 стульев. А это значит, что все присутствующие фактически вовлечены в события на сцене. Здесь задействовано много молодых актеров. Виктория Остапенко пьесу прочитала еще студенткой. Она играет любовницу главного героя – Веру. Актеров тщательно подбирал сам режиссер. Кстати, Ивану Урывскому всего 25. После того, как парень поставил тени забытых предков, его пригласили в труппу Украинского театра. Сколько будет длиться по времени этот новый его спектакль, пока не говорит. Известно, что будет одно действие. Мы стараемся сделать вне времени. То есть пьеса написана во время Советского Союза, во времена. И мы стараемся не то что изъять, но мы делаем такую вещь, которая могла бы и сегодня случиться, и была тогда, и в этом и костюм, и сценография. Спектакль можно будет посмотреть 29 и 30 января в 18.30. И, кстати, билеты уже можно покупать на следующей неделе. Анастасия Симонова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Из Украинского театра перемещаемся в Одесскую филармонию. Там маленьких зрителей встречали трансформеры и огромная елка. Все ребята приехали из разных районов области для того, чтобы просто посмотреть новогоднее представление. Большая часть детей в зале – из социально незащищенных семей. Для них это подарок в дни каникул. Подробности об этом в следующем сюжете. Таких гостей в филармонии еще не было. Это Бамблби и Оптимус Прайм из фильма «Трансформеры». Пришли встретить маленьких зрителей и поздравить их с Новым годом. Сегодня здесь собрались разные дети. Кто-то пришел с мамой, а кто-то с воспитателем. Несколько сотен ребятишек из социально незащищенных семей Одесской области. Для них это подарок к Новому году от обл. администрации. Праздник для деток. Ну как, это же новогодний праздник. У нас приехали детки социально незаключенного. Конечно, радовались. Новогодние праздники – время больших надежд и желаний для всех. Новый год – это самый лучший праздник. Там, где Дед Мороз зарит подарки. Все дети любят Новый год. Но желания у ребятни, на удивление, слишком взрослые. Они все больше думают не о конфетах и куклах, а о мире. Чтобы в Украине был мир. Чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы и мирного неба над головой. Чтобы все были здоровы и чтобы все было хорошо. А ты хорошей была? Очень хорошей, точно? Да. В зрительном зале мест свободных нет. На сцене увлекательное новогоднее представление о том, как незадачливый брат Деда Мороза пытался похитить праздник. На этом мы выключим камеру и оставим детей досматривать историю о противостоянии добра и зла. Но интриги не сохраним и расскажем, чем все закончится. Добро победит. Татьяна Милимко, Неанила Бордецкая, Алексей Барановский. Седьмой канал. И в продолжение праздничной темы. В Одесской кирхе открылась благотворительная ярмарка «Рождественское чудо». Внутренний дворик Кафедрального собора, Святого Павла и первый этаж административного корпуса заняли одесские мастера хендмейда и классических немецких кулинарных угощений. Что и за какие деньги можно купить на традиционной ярмарке в этом году, расскажет Юлия Федорова. Традиционная рождественская ярмарка под открытым небом в самом разгаре. Здесь играет музыка, а за ароматной снедью выстраиваются длинные очереди. В соборе звучат мелодичные голоса церковного хора. Во внутреннем дворике горят костры. В огромных казанах варят глинтвейна, на огне жарят традиционные баварские сосиски. Повара утверждают, что в Одессе таких больше нет нигде. Пожалуйста, ваша порция. Хлебушек вы больше нигде не попробуйте. Они сделаны действительно из натурального, качественного мяса. Цены на традиционные немецкие блюда кусаются. Например, одна баварская или мюнхенская сосиска с порцией капусты и приправами стоит 80 гривен. Стакан глинтвейна обойдется в 30-35 гривен. За венский штрудель и пунш просят по 20 гривен. Говорят, все приготовлено по эксклюзивному рецепту. Очень интересный венский рецепт. Мы каждый год ездим в школы, в Зомершуле. И там нам немцы, получается, австрийцы, вернее, они нам рассказывают рецепт. У нас мастер-класс, они нам все ингредиенты приносят. Первый этаж административного корпуса заняли одесские мастера хендмейда и кулинарных угощений. Места в зале для всех желающих попасть на ярмарку не хватает. Здесь очень много интересного. Ручная работа, люди творчески работают, поэтому советую всем. Здесь всевозможные изделия ручной работы. Картины, украшения, посуды и мягкие игрушки. Символика года на каждом столе. Цена такой игрушки где-то в среднем 400-450 гривен, такой игрушки 300-350 и такой где-то 100-120. Мастера удивляют способом применения вторичного сырья. Вот так, например, можно использовать обычные картонные пакеты от фруктового сока. Вот мы такие прорезали окошечки, разукрасили гирляндочку вовнутрь. Вот такая красота получилась. Ярмарка, организованная Кафедральным собором Святого Павла совместно с Немецкой Евангелической Лютеранской Церковью Украины, будет открыта до 26 декабря. Вырученные за это время средства передадут малообеспеченным семьям и бойцам АТО. Юлия Федорова, Алексей Пережилин, 7 канал. Ну вот на такой праздничной кулинарной ноте пока что все. Следить за нашими новостями можно, как всегда, на сайте и в социальных сетях. Ну а если хотите связаться с нами, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Увидимся с вами в 8 вечера, мы, как всегда, в это время подведем итоги сегодняшнего дня. До встречи и оставайтесь на седьмом канале. Субтитры создавал DimaTorzok